XRP улетел в моменте с 63 до 74 центов, потому что совпало сразу две новости. В апреле биткоин вырастет до 83 тысяч долларов, а в течение 2021 года его курс достигнет 300 тысяч долларов. Это говорит о силе бычьего импульса по BNB, что покупатели не ждут просадки и покупают прямо сейчас. Таким образом, цена может дойти до 400. Рад приветствовать на канале Коинпост. На месячном графике биткоина после долгого перерыва появилась красная свеча. Но апрель только начался, и пока еще рано говорить, закроем мы его в плюс или в минус. Сегодня в видео разберем причины, по которым биткоин должен поставить новый рекорд и закрыть в плюсе седьмой месяц подряд, чего еще никогда не было в его истории. После чего обсудим 5 криптовалют, которые могут вырасти. Правильнее сказать, вырасти еще больше. Уже на этой неделе. И бонусом немного новостей о BoxRP и BitTorrent. Сразу предупреждаю, что сегодня будет много отсылок на наш канал Telegram. Ведь за выходные накопилось достаточно информации. А тот, кто уже нашел в описании ссылку на Коинпост, уже в курсе происходящего. Присоединяйтесь. А сейчас настало время для предметного разговора в YouTube формате. Мы начинаем. На крипторынке многие сейчас зарабатывают на тренде NFT. Кто и почему покупает NFT-токены? И во что действительно стоит вкладывать, знает Владислав Сташенко. Он успешно инвестирует в криптовалюту более шести лет. И делится иксовыми рекомендациями на своем YouTube-канале. Так, в последнем видео вы узнаете, какие монеты принесли Сташенко более 2000% прибыли. И на каких фан-коинах на Binance можно заработать иксы в скором времени. Влад бесплатно обучает инвестированию в своей команде CryptoKings, которая насчитывает более 180 тысяч партнеров по всему миру. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал и Instagram-аккаунт Влада и обучайтесь с командой Сташенко зарабатывать десятки, а то и сотни тысяч долларов. Ссылки в описании. Подтяну немного интригу и начну с XRP и BitTorrent. В Telegram запустили новую рубрику. Каждое утро публикуем краткий отчет о событиях на крипторынке. И сегодня героями дня стали именно эти две монеты. XRP улетел в моменте с 63 до 74 центов, потому что совпало сразу две новости. Первое. Это суд. Частично стал на сторону Ripple и разрешил им скрыть часть переписки главы компании Брэда Гарлинхауса. Судья согласился с тем, чтобы в двух из четырех запрошенных сек документах Гарлинхауса были отредактированы личная информация. Но должна быть. Сохранены все финансовые данные. Не знаю, что там такого личного, Гарлинхаус написал про XRP, что эту информацию решено скрыть. Но рынок воспринял новость с большим позитивом. Как-никак, это победа адвоката в Ripple. А дополнительное ускорение криптовалюте придали слухи о том, что ведущая американская криптобиржа Coinbase проводит подготовку для восстановления торгов XRP. Эти слухи появились после того, как в сеть попали якобы фрагменты кода с биржи, где упоминается XRP. Теперь о втором герое понедельника, BitTorrent, который утром даже попал на время в топ-10 криптовалют по капитализации. За последние семь дней монета сделала почти 240%. А с воскресенья на понедельник получила ускорение, когда было объявлено про обновление протокола. Вслед за ним, как материнский проект, растет и трон. Плюс 112% за неделю и плюс 19% за последние 24 часа. Эх, если бы так рос эфириум, вслед за токенами, которые работают на его блокчейне. Но про топ-2 криптовалюту мы еще сегодня поговорим. Не переключайтесь и поддержите это видео лайком. В апреле биткоин вырастет до 83 тысяч долларов. А в течение 2021 года его курс достигнет 300 тысяч долларов. Звучит крайне амбициозно. Я уже вижу, как в комментариях пишут, мол загоняют последних хомяков. И теперь точно слив. Если это про вас, просьба аргументировать ваши негативные прогнозы по биткоину. Мне действительно интересно, какие вы видите причины для падения. Пойдем от большего к меньшему. Публиковали в Телеграм 4 причины, почему биткоин должен вырасти в апреле. И сейчас разберем их подробно. Первое – это снижение доллара в отношении других мировых валют, что исторически приводит к росту золота. А раз биткоин – это новое золото, о чем не стесняюсь, говорят аналитики банка JP Morgan. Следовательно, первая криптовалюта тоже будет расти. Но тут есть одна проблема. Мы с вами регулярно делаем обзор по доллару, когда раз в неделю подводим итоги криптовалютного и финансового рынков. И в прошлом видео пришли к выводу, что доллар может вырасти. Кстати, спасибо за ваш фидбэк в комментариях. Буду переносить эту рубрику с субботы на понедельник. График индекса доллара показывает, что он не сорвался в пропасть и не ушел на предсказуемую на 2021 год девальвацию на 20%. А наоборот, начал рисовать восходящий тренд. В пятницу появились данные о рекордном увеличении количества рабочих мест в США. Вакцинация идет темпами по 2 миллиона людей в сутки, и ее хотят еще ускорить. Плюс деньги из следующего пакета стимулов Байдена будут не раздавать на руки, а вливать в реальную экономику. Все это должно вернуть веру в доллар, и как результат мы можем увидеть в апреле продолжение его роста. Вторая причина роста – то, что апрель является самым сильным месяцем для биткоина, и всего два года в его истории он закрывался в минус. Но, как я уже отметил, это первый раз, когда перед апрелем уже было 6 месяцев роста подряд, которые дали нам плюс 450%, а больше чем 6 месяцев в ряд биткоин еще не рос, так что настало время устанавливать новые рекорды. Третья причина – это расчет цены биткоина на основании закона средних чисел, которая должна составить 83 тысячи долларов. Такой расчет строится на ожидании того, что если у нас есть большая экспериментальная выборка, то результат должен быть близок к среднему математическому ожиданию. Не знаю, насколько понятно объяснил, но стоит учитывать, что данный закон ничего не гарантирует, и реальный результат может существенно отличаться. И заключительная, на мой взгляд, наиболее объективная причина – это вера майнеров в биткоин. Они начали накапливать первую криптовалюту. Следовательно, верят в рост и собираются продавать гораздо дороже текущих – 57 тысяч 400 долларов. Отмечу, что в марте добыча биткоина принесла совокупный доход в 1,75 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом за всю историю первой криптовалюты. Убедили ли вас эти причины на то, что апрель мы также закроем зеленой свечой или нет? Расскажите в комментариях. Я приведу еще один прогноз, автором которого является криптоаналитик Бен Армстронг, создатель самого большого англоязычного криптоканала на YouTube – BitBoy Crypto. Обсуждая во время стрима торговлю деривативами со ставкой в 100 и 300 тысяч долларов за биткоин в этом году, он заявил следующее. «Я очень уверен, что биткоин вырастет до 300 тысяч долларов в этом году. Я говорю вам 300 тысяч долларов. Я не думаю, что он превысит 400 тысяч долларов. Я думаю, что наш прогноз на 320 тысяч долларов на этот год окажется довольно точным». Вот что думает о цене биткоина Бен Армстронг. А я хочу обратить ваше внимание на рост премии Кимчи до 15%. Это разница между тем, почем торгуется биткоин во всем мире и за сколько его покупают в Южной Корее. Сегодня на южнокорейских биржах за один биткоин дают 66 тысяч долларов. В 2017 году биткоин сменил тренд на медвежий, когда премия Кимчи достигла 20%. Но сейчас ситуация несколько другая, потому что объем торгов на южнокорейских биржах составляет меньше 2% от мирового. Это еще не все на сегодня по биткоину. К тому же дальше по плану 5 криптовалют, которые могут вырасти на этой неделе. А пока хочу сказать спасибо всем, кто смотрит наши видео, потому что доцелив 10 миллионов просмотров, осталось меньше 700 тысяч. Уверен, что с поддержкой лучшего криптосообщества мы закроем эту цель еще в апреле. Особенно хорошо успеть до 21 числа, когда каналу исполнится 3 года. Подписывайтесь, включайте оповещения и не пропускайте новые видео. В заключении немного технического анализа по 5 криптовалютам, которые должны вырасти в цене в ближайшее время, по мнению аналитика CoinTelegraph. Первым идет биткоин. Медведи со всех сил защищают уровни в 60 и 61 тысячу долларов, потому что их прорыв может привести к шорт-сквизу и быстрому росту до 69 тысяч. А возможно, силы импульса хватит для полета сразу на 79 тысяч долларов. Негативный сценарий предусматривает поддержки на 57 тысяч и 53 700. В случае пробития второй, может произойти и краткосрочная смена тренда на медвежий. Вторым идет эфириум. Быкам удалось обновить максимум выше 2100 долларов, и сейчас они должны развивать успех. Возвращение к текущему ценовому максимуму будет означать новый бычий импульс с целью в 2618 долларов. При этом эфириум крайне нежелательно сейчас падать ниже 2000 долларов. Следующая поддержка только на уровне в 1881 доллар, а возможный минимум в таком случае составит 1289 долларов. Очень хороший прогноз по Binance Coin. Быкам удалось поднять цену выше 350 и затем удержать ее от существенной коррекции. Это говорит о силе бычьего импульса по BNB, что покупатели не ждут просадки и покупают прямо сейчас. Таким образом, цена может дойти до 400 и даже до 430 долларов. А медведям нужно наоборот опустить курс ниже 315 долларов, что даст сигнал на ослабление бычьего тренда. Также просто замечательно с точки зрения технического анализа выглядит полка ДОТ. После обновления максимума цены на 46,8 доллара на рынке наблюдалась фиксация прибыли, но курс не упал ниже 42 долларов. И сейчас быки нацелены на возвращение к максимуму, после чего курс может вырасти до 53,5 долларов. У медведей же появится шанс на реванш, если курс опустится ниже отметки в 41,5 доллар. Рост EOS выше 6,4 доллара указывает на возвращение интереса инвесторов к этому альткоину. Ответ медведей снизил курс до 5,3 доллара, но затем быки снова подняли курс выше 6, где он сейчас и находится. Если текущая цена продержится еще 2 дня, то дальше возможно продолжение роста с целями в 7 долларов 64 цента и 8 долларов 69 центов. Вот такой прогноз на эту неделю. Надеюсь, он поможет вам увеличить свою прибыль на крипторынке. А мне вы поможете, если подпишетесь на наш канал в Телеграм и сделаете репост этого видео своим друзьям и знакомым, кто также интересуется криптовалютами. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok